На первый взгляд, ну объявление, ну на столбе висит. И что тут такого? На деле оказывается наклеенная бумажка нарушения федерального закона о рекламе. На столбах целая жизнь и все, что для жизни надо. Деньги взаймы быстро, без справок и лишних вопросов. Установка кондиционеров и чудодейственная мазь. От всего сразу. От долгов и кредитов, видимо, тоже. Листки старые, оборванные, потрепанные. Выглядит такая реклама жутко и портит внешний облик улиц города. Если возникает необходимость размещения такого рода рекламы, то ее необходимо клеить в соответствующих местах. Для этого у нас есть афишные тумбы, либо доски объявлений. А также на остановочных комплексах имеются места для размещения подобной рекламы. Но предприимчивые бизнесмены в помощи не нуждаются. Настойчиво и беспорядочно предлагают свои услуги, несмотря на предупреждение администрации. Здесь же на остановке. Данный вид рекламы вне закона. И за нарушение придется заплатить 5000 рублей. Языком интернет-пользователей все это рекламное безобразие можно назвать спамом. Поэтому в Анапе снова заработал антиспам. На телефон, указанный в объявлении, будет дозваниваться робот с интервалом в 15 минут. Номер рекламодателя практически заблокируют непрерывными звонками. На территории муниципального образования города Курорт-Анапа работает программа автодозвона, которая осуществляет работу по борьбе с незаконной рекламой на основании федерального закона 38. Данная программа осуществляет работу, дозванивается до абонентов, чьи номера указаны на объявлениях, и сообщает о том, что вы нарушаете федеральный закон о рекламе, размещая стихийные объявления на улицах города Курорта-Анапа. Робот сообщает адрес, куда нужно обратиться, чтобы номер сняли с антидозвона. В первые дни работы программы в Центр развития муниципальной собственности посыпались заявления с раскаяниями. Нарушители обещают соблюдать нормы закона и спешат оплатить штраф в 5000 рублей. Хотя звонков робота и штрафа можно было избежать, не нарушая порядок. Вадим Родин, Александр Кореневский, Анапа-Регион.